Нельзя расслабляться. Вот побывали вы в Витебске, так должно быть и в Минске, и везде, где уже на спад. И мы вышли на плато и уже видим, что мы пошли на спад. Минск, Витебск, они раньше, особенно Витебск, не раньше вошли в эту проблему. И они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Я информирован, Наталья Ивановна Качанова контролирует от моего имени процессы эти в Минске. Она уже мне говорит, что мы не видим роста в Минске сейчас, и это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции, пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкологическим больным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней. Это мы сейчас сосредоточились на этих пневмониях. И это правильно. Это была вами выбрана правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, у нас пошли вниз. Я вижу эту информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Ни в коем случае надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо спасать людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что показатель один останется – смертность людей. Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей, они молодцы. Да и Министерство здравоохранения хорошо сейчас начали работать, организуют эту работу. А главное, что вы изучаете опыт каждодневно. В этом отношении молодцы, но хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Ну, наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, но месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже. Уже легче немножко стало, но не расслабляться.